Утро Карачаевой Черкесии приветствует вас. Сегодня 7 июня. Синоптики обещают в отдельных районах сильный дождь, в Черкесии кратковременный. О погоде мы расскажем чуть позже, а сейчас об основных событиях. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов провел выездное совещание по вопросу проведения ремонтных работ в открытом плавательном бассейне города. Он осмотрел помещение, чашу бассейна и дворовую территорию, оценил объем работ, которые необходимо запланировать и выполнить, чтобы бассейн начал полноценно функционировать. Мэр дал поручение провести тщательную дефектовку, причины неисправности, подготовить всю необходимую документацию и в кратчайшие сроки начать ремонтные работы. Существует два вида светофоров для водителей и для пешеходов. Для пешеходов есть два цвета. Это красный и зеленый. Красный означает, что сейчас нельзя переходить дорогу, потому что машины движутся. Зеленый означает, что можно перейти дорогу. Вот так юные инспекторы движения объясняют правила дорожного движения своим сверстникам. В летний период увеличиваются дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Инспектор ОГИБДД отдела МВД по Ужигутинскому району Мурат Узденов провел урок безопасности для воспитанников пришкольного лагеря «Радуга». Подобно образовательные мероприятия необходимы, чтобы наши дети были внимательными на проезжей части, отмечают воспитатели. Перед тем, как выпустить ребят на летние каникулы, мы проводим с ними правила безопасности, как вести себя в летний период. Уроки такие дают им, как правильно переходить дорогу, как ездить на велосипедах, как себя вести во время летних каникул. После юные инспекторы дорожного движения раздали памятки ПДД для водителей. Ребята делали напоминания владельцам автотранспорта. Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности наших детей. А такие памятки нужно побольше распространять, отметили автовладельцы. На самом деле это очень важно, потому что дети совершенно маленькие. Многие из них не понимают, не обучены, может быть, правилам дорожного движения. И, конечно же, даже с малого возраста нужно уже объяснять детям, что такое зебра, что такое красный светофор, что такое зеленый сигнал светофора. Это очень важно, конечно. Эти профилактические мероприятия необходимы, и мы стараемся проводить их чаще, в особенности в летний период, уверяют сотрудники госавтоинспекции по Узжигутинскому району. На протяжении летних каникул люди ездят отдыхать в разные города, там разные места, чтобы они при перевозке пассажиров пристегивали ремнем безопасности. А при перевозке детей в салоне автомобиля, чтобы использовали детское кресло в зависимости от роста и веса ребенка. А пешеходам, в свою очередь, детям и взрослым пешеходам, которые на дороге будут постоянно появляться, были более бдительными. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Только соблюдение правил позволит сохранить чью-то жизнь. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигута. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести Северный Кавказ. Хороших выходных и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза, в отдельных районах сильный ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11, порывы в том числе будут при грозе до 18. Температура ночью 13,18, в горах до плюс 13, а днем 24, 29 градусов тепла и в горах до плюс 20. В Черкесии кратковременная дождь и гроза, ветер западный 6,11 метров в секунду, порывы будут до 18. Температура ночью 16,18, днем 26, 28 градусов тепла.